В преддверии тысячелетия областного центра, а также в год 500-летия белорусского книгопечатания, тема истории развития и становления издательской деятельности в Бресте получила новое звучание. Как сделать так, чтобы не просто отметить эти знаковые даты, но и внести свою лепту в дело сохранения памяти? Специалисты Управления культуры, Главного управления идеологической работы культуры и по делам молодежи облсполкома нашли ответ на этот вопрос и предложили брещанам разработать концепцию скульптурной композиции, символа литературно-издательской жизни города. Надо отметить, что Брестская Библия была издана в 1563 году. Это довольно-таки раннее время, только начало печатного дела вообще в Европе, в частности в Восточной Европе. Поэтому нам есть чем гордиться. Я думаю, что этот памятный знак будет отображать важнейшее историческое событие не только для Беларуси, но и в частности для Восточной Европы в целом. Конкурс был объявлен не так давно, 12 мая, а первые заявки уже поступили в Оргкомитет. Ангел с Библией, книга арка и макет традиционного памятника с использованием элементов ковки и литья. Творческие проекты такого формата уже на столе у членов жюри. Конкурс открытый предполагает участие без возрастных ограничений, без профессиональных навыков. Любых людей, любые идеи будут приветствоваться. Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, необходимо подать заявку, выполнить эскизный проект на листе бумаги формата А3, А4 и, соответственно, изготовить объемно-пространственную композицию, сделать без учета материала. Либо это глина, либо пластилин, либо гипс, кому что проще. Для того, чтобы можно было, скажем так, видеть, как она будет в объемно-пространственном виде выглядеть. История книгопечатания – это большой фрагмент истории человечества. За годы развития издательская деятельность стала неотъемлемым элементом культуры. И для ученых сегодня она является источником знаний о менталитете, религии и ценностях людей в разные эпохи. С книгами разных веков в Бресте можно познакомиться в областной библиотеке имени Горького. Перечень имеющихся на стеллажах изданий может удивить историков и филологов. На стеллажах – от философии Синеки 1658 года до русской охотничьей библиотеки 1905. Книга как детектив. Когда ты ее открыл, ты никогда не знаешь, к чему ты в итоге придешь. Поэтому на работу приходишь, открываешь новую книгу, и ты не знаешь, что тебя впереди ждет. Это очень интересно. Но особое место в большой коллекции отведено Брестской библии. Здесь в отделе редких книг в специальном сейфе под грифом «Секретно» хранится порядка 100 из 738 страниц аутентичной Брестской библии. Всего в мире количество сохранившихся экземпляров книги около 120. Ее уникальность подтверждает ряд специфических параметров. Библия напечатана на старопольском языке готическим шрифтом, добавив столбца. Она считается самым комментированным изданием своего времени, потому что на страничках, как вы видите, есть комментарии. Впервые в библии содержится предметный указатель. Библия – это первое протестантское издание библии на польском языке. Вообще впервые в Белоруссии. Значение Брестской библии для истории города, области, да и в целом страны велико. Сегодня идут переговоры о том, чтобы аутентичное издание возвратилось на родину. Учитывая все вышесказанное, концепция памятника должна быть содержательной, обоснованной и, конечно же, туристически привлекательной. Размещена она будет на углу улиц Пушкинской и Кирова, недалеко от здания областной библиотеки. Дедлайн подачи заявок – 12 июня. На реализацию проекта отведено всего несколько месяцев. Открытие новой культурной достопримечательности запланировано на осень.